Друзья, спасибо вам огромное, что вы искренне ждете мои видеоролики и стараетесь поддерживать мой канал и мои старания. Ну и мои страдания. Я же не оставляю без внимания вашу поддержку и догадываюсь, что бусти удобен не всем. А ВК же наоборот уже существует очень давно и думаю каждый из вас там имеет свою собственную страничку. Поэтому специально для вас я создал сообщество ВКонтакте, где вы также сможете получать ранний доступ к моим видеороликам и повлиять на скорость их выхода в будущем. Все интересные ссылки как всегда будут находиться в описании. Ну а теперь я представляю вам последнюю часть кампании Арверны против Афин. С вами Аракул Вечность и добро пожаловать на мой канал. 9 минут. Ну какая осада может длиться всего лишь 9 минут? Ответ думаю здесь очевиден. Неудавшаяся. Во-первых, посмотрите на расположение моего противника. Он находится здесь и ждет меня видимо отсюда, когда я выйду. Но какому было я представляю недоумение, когда увидел мои войска здесь, уже спешащие форсировать реку и перейти в город. Изначально моей тактикой была оборона города. Пробраться быстрее в город и вести защиту города уже изнутри. Однако все мои планы нарушились, когда я увидел здесь лестницы. И первым моим желанием стало их сжечь. Все до одной. Специально, чтобы противник не мог залезть на стены здесь, здесь, здесь или где-либо еще, а пришлось ему ломиться в ворота. Тогда бы город он точно не взял, не захватил. Форсировав реку, единственные мысли, которые у меня еще были, что соперник может ударить меня в тыл своей конницы. Поэтому здесь я ставил отряд генерала, также подвожу сюда отряд кельтских воинов и оставляю несколько отрядов здесь. Противник уже бежит мчиться на меня своими гражданами-всадниками и своей торентийской конницей. В принципе, это его главная быстрая сила, которую он может реализовать, пока я не залез в город. Однако я старался действовать быстро. Конницу здесь я заблокировал, стрелки мои бегут вперед и кельтские воины также мои бегут вперед. Вот что я здесь делаю? Я сразу же незамедлительно нападаю на гоплитов-ополченцев. Вот у меня бежит отряд, и вы только посмотрите, с какой скоростью они погибают. Ну ладно, залп еще не дает никаких результатов. Залп легких дротиков. А вот когда они входят с ними в бой и начинают их истреблять, первая тридцатка умирает за считанные секунды. Также идет у меня поддержка моих легких плитастов. Кельтские юноши, получается, да. Которые расстреливают также ополченцев и здесь, и также достается ополченцам здесь. Но самое важное, видите, смотрите, я переключил весь свой залп на вражеский отряд отборных гоплитов. Да, у них броня 111, но никакая броня не устоит перед залпом 4 отрядов метателей дротиков, у которых урон сквозь броню аж 12. Это просто безумный урон. К этому моменту соперник уже подбегает конницей. Однако конницу ему реализовать не удается, потому что первая эта попытка оканчивается неудачей в виде залпа дротиков от моих кельтских юнош. Вон, погибает сразу 10 конников здесь примерно, ну, 9. Сейчас еще погибнут. Нет, не достают по одному. А здесь погибает отряд отборных гоплитов. Просто два отряда все равно делают свое дело. Просто 240, можно сказать, копий летят сразу в этих гоплитов. Снова переключаю весь залп по ним, и они поворачиваются даже спиной, и никак им это уже все не помогает. Вот так вот они ложатся. Тут еще кельты мои заходят. Однако натиск кельтов, смотрите, они отражают довольно неплохо. Натиск кельтов играет против них же самих. А, ну или плюс я еще своими дротиками по ними прошелся. Возможно, здесь он забегает конницей, пытается меня обстрелять. Как-то ему это удается. Однако здесь кельты еще метают дротики, подбегают все ближе мои кельтские застрельщики, кельтские юноши. И здесь бежит последний отряд гоплитов ополченцев. Все, первый авангард соперника был разгромлен. Конница начинает убегать, и соперник мой уже тоже начинает убегать. Смотрите, он изменил свой маршрут. Он уже не пытается меня догнать сюда, он встает здесь и думает. Почему? А потому что все отряды его уже очень уставшие, они практически истощенные. Когда они добегут сюда, они будут истощенные. Если даже воевать, то я могу дать бой уже прямо здесь, по крайней мере какой-то одной стороне. Здесь я уже включаю огненный снаряд и собираюсь сжигать лестницы. После этого противник, понимая, что я захватил все лестницы и собираюсь их сжечь, он начинает отступать. Его деморализованные истощенные отряды просто бегут с поля боя. Наемники не согласны лезть на стены без лестниц, ибо те в будущем будут сожжены. Не собираются терять свои жизни, ломясь в ворота. Вообще, честно говоря, между нами я вам скажу, что лестницы сжечь нельзя, но я так кошмарил своего противника, что я сейчас их сожгу, что он поверил, что можно. Поэтому мой деморализованный соперник просто начал теперь отступление. А я же подогнал отряды к лестницам, чтобы это выглядело более эпично. Ну и с этого момента мы договорились, что теперь можно будет захватить лестницы обратной стороне и якобы их сжечь. Здесь я залпом пытаюсь прогнать еще один отряд. Смотрите, кстати, с огненного залпа умирают уже последние отборные гоплиты. Это насколько им уже сильно досталось, что одни умирают аж с огненного залпа с обычного. Вот, кстати, серьезно, креатив ассембли не помешало бы добавить в это обновление лучше то, что можно было бы сжечь лестницы, а не исключение чата из игры. О, как это эпично смотрится. Заклятые враги, римляне и арверны, находятся за стенами. Смотрите, даже бок о бок стоят. Разговаривают. Мои потери 93 человека. И вы только посмотрите на потери врага. Ну, рим-то, понятно, ничего не убил. Он сидел за стенами. А вот мои ребята убили 138, 198, 243. При этом сами никого практически не потеряли. Ну, только вот эти вот кельтские воины, потому что, видимо, налетели на кого. Ну, а тут даже уже не ясно. Налетели они на отборных гоплитов. Ну, и я думаю, триндийская конница немного постаралась. Которая в итоге, конечно, испугалась моих застрельщиков. И после этого боя все вражеские наемники разбежались по окрестностям, а регулярным воинам оставалось только отступать. Причем отступать так, чтобы я их не догнал. Поэтому военачальник принял решение армии распустить. И обязательно скажите мне, друзья, был ли у Афин шанс взять этот город без лестниц? Попыткой штурма железных ворот. Ну, а кому интересно, проверьте это в сетевых битвах, в реальной осаде, в реальной битве, в реальном времени. Да, уж такой вот, друзья, бой получился. Вообще безумно интересный. Мне прям это шедевр. Получилась ложная разведка для Афин. Агенты Афинам доложили ложную информацию о моем появлении. Ну-ка, что здесь у нас? Полководца даже убил одного. Наемники все живые остались. Но они были далеко. И здесь потрепал немного отряды. Врабствовали. Что это? Смотрите, семь с половиной тысяч это из-за наемников? Вот это ничего себе. Хотя, смотрите, дали мне не семь с половиной тысяч, дали мне меньше. Дали тысячи три, мне кажется, за бой. А куда делись все афиняне? А всего лишь соперник не отгадал, где выйдет мое подкрепление. Возможно, повернулось бы все иначе. И, кстати, у меня бы здесь и моя армия пострадала. Смотрите, римляне дальше нападают, утюжат. Ну, все, здесь, получается, я уже забираю. Армию он распустил, я с ним поговорил, потому что тут они все попадают сейчас. Ибо я на них нападаю, на его армии и так далее, поодиночке их разбиваю. Здесь у него ничего никого не получилось отравить. Поэтому армии просто после такого поражения все разбежались. Были распущены. Да, друзья, смотрите, отбирают у нас все-таки Вольтеру, но я думаю, мы ее отдадим римлянам. А хотя, может быть, и сами сейчас вернемся, отобьем ее назад. В принципе, даже не важно, думаю, что мы сделаем, пока это нас не волнует. Просто делаем авторасчет. Так, запугивание оппозиции. Да нет, конечно, откажемся. У нас и так проблемы с партиями. Повышение ранга. Три баллы. Три баллов тоже съели. Три агент раскрыт. Кстати, а кто съел три баллов? Не Афин или? Нет, три баллов съели не Афины. Повышаем ранг нашей героини, одержавшей победу. Ночные бои ей сделаем. Ну, конницу, я думаю, мы распустим. Отобьем, давайте, обратно Вольтеру. Это будет наш оплот. Это будет, так сказать, наша военная опора. Дурацкий агент, смотрите, я пытаюсь на что-то нажать, я нажимаю постоянно на него, случайно причем. Да, видите, я так и думал, что агент мой не добежит, агент мой не добегает. Ты, дружище, выходи тогда на новый уровень сюда, беги в Брундизий. Выходит, ему защиту остается вести только от Брундизия. Хорошая такая довольно война удалась. Не на моей земле, главное. Я думаю, у тебя ничего не получится, друг. Сейчас еще копыт отбил. Ну нет, хотя бы копыта не двинул. Отбиваем обратно город. Один ход. Ну что ж, перестраиваем за один ход. Это будет прекрасно, если оно перестроится за один ход, а не за два. А здесь мы будем строить лучников и баллисты. Нужно захватить арминиум, чтобы производить конницу. Вот это будет прям идеально. Какой-то кошмар у меня здесь творится. Два мятежа. Армия высадилась. Еще наемников набрала. Ну хотя бы мне есть еще кого набирать. Давай, нанимай отряды конница пошла. Замечательно. Один отрядик, думаю, наймем. Восемь из восьми. Так, а где-то у нас должно было вспыхнуть восстание. Вот здесь, да. Вы будете отступать? Замечательно, вы не будете отступать. Тогда я вас сейчас разбиваю. И здесь у нас восстание вспыхнуло. Да что ж ты будешь делать? Слушайте, а деньги нам позволяют. Давайте сделаем эту провинцию военной на всякий случай. А здесь мы тогда построим постройку на пищу. Тем более, смотрите, у нас нет никакого дебафа. Почему у нас нет дебафа к этой постройке? Обычно было минус один, как я помню, к общественному порядку. Но теперь нет. Ладно, хорошо, мне все нравится. Мне просто все нравится. Исследование. Что я буду исследовать теперь? Что же мне нужно? Возможное время в осаде для осажденных поселений плюс один. Нет? Я думаю, нужно что-нибудь экономическое или на общественный порядок, или на культуру. Точно, слушайте, смотрите, сотня третьего уровня. Вот что мне нужно. Как раз два хода исследуется. 152% скорость исследований. А военная скорость исследований 162%, смотрите. Что ж, тогда не нужна мне сотня. Доход у меня и так хороший. Давайте тогда теперь улучшать нашу армию. А то там, думаю, будут уже и мечники в Тораксах скоро. Конечно, я уже смотрю, что наши дикие ноги и воины им не по зубам, но на всякий случай. Так, давайте теперь попробуем посмотреть, что у нас здесь. Увидите ли вы эту армию хоть немного? Нет, не увидите. Не ты, не ты, ничего вы не видите. Ползи, дружище, все дальше и ближе к Ларисе. Вставая здесь потом, если что, нападешь втихую. Ну что ж, давайте теперь разберемся вот с этой всеми шурой. А может быть нам просто вплот попробовать разбить для начала? Давайте разобьем флот. Вдруг они после этого все погибнут? Нет, не погибли. Флот просто уплыл у нас. Уничтожили. Отпустили. Ты достали вы меня, вас вот я добью, вас добью. Достали. Постоянно одно и то же, постоянно одно и то же. Умрите. Итак, наемников распустил, отряда по городам вернул. 80-13 и минус 7. Давайте починим, что ли, тогда уж. Я думаю, как построятся два храма, здесь все наладится. Ну а теперь, я думаю, мы и здесь можем армию нанять. Постоя тут, на следующий ход нападешь, а то вдруг они убегут еще. Кстати, ребят, мольба богам принесла нам тысячу динария в казну, а не общественный порядок. Вот хоть что мне говорите, но на легенде, когда я играл, у меня было все проще с партиями. Все было куда более гуманно. Не в таких минусах. Жажда, дина, они ненавидят варваров. Кстати, реально, друзья, легенда ведь очень слабо отличается от очень тяжелой. Автобои не отличаются вообще никак, на которых я обычно играю, показываю вам рубрику, как начать кампанию. Поварой, что ли, пищу римлян. Рим 0. Оль, этруски сейчас вас завоюют. Слушайте, а если этруски завоюют Рим, то я сам завоюю Рим и построю здесь вот эту вот штучку. Как это называется, палаты воинов? Поле собраний, да, для многих воинов, чтобы их нанимать. И это будет фиоско. Ну что ж, теперь здесь, я думаю, нам остается лишь завершить ход. Слушай, а у тебя вообще, как я понял, разведка работала хорошо, потому что ты ни к Винетам на Потаве не пошел, ни туда на Геную. То есть ты видел там мои армии, получается, уже заранее обе. Тут пришли кушать твою еду и сеять не твою культуру. Афинский воитель и, как всегда, проваленное им задание. А здесь у нас кто? Сановник. Какая интересная особенность у сановника? Вероятность успеха вражеских агентов плюс 7%. Для тебя будет работа, дружище. Делайте ваши ставки, друзья. Убьет или ранит. Ну или сам помрет. Паразит. Недавно, друзья, я выпускал для вас видеоролик с конфедерацией кельтов для Тилы. Посмотрите, а что бы было, если бы я мог сейчас заключать конфедерации и с Гильветом, и с Корией, и с Актадуром, на Реей. Я бы присоединил себе мрамор, ядер. А, нет, ядер бы не присоединил. Ну ладно, Сигестику. Ак, Инг, здесь вот все. Я бы здесь себе все быстрее бы присоединил, саму Тилу в том числе, и напал бы на Пеллу. Кстати, в Пелле, как вы помните, огромный гарнизон, поэтому брать я ее не стал. А что здесь интересное происходит? Смотрите, агент нанят. А вот он порежет моих ребят. Не хотелось бы, чтобы он с ними встречался. Нужно ими валить. 7, хитрость 7, боже мой. Ну, это потому, что у него воровство прокачано на 3. Дипломатические отношения с владельцем региона, минус 60. Да, совершенно верно. Плюс 75% от воровства с вражеской провинцией. Хитрый сановника ворует он, причем из Македонии, из своей же провинции нет, пока он нигде не ворует. Пока он просто идет сюда. Рим просит у нас торговое соглашение. Конечно, мы согласимся, только вы нам за это заплатите. Ух ты, тысячи. Ну, давайте попробуем. Согласны, замечательно. Вы знаете, что это означает? Что Рим богат. Раз мы можем с Рима потребовать целую тысячу, значит их казна как минимум составляет 10 тысяч динариев. Диверсия в войсках. Все-таки диверсия прошла успешно, одна из. Повышение ранга. Верность других партий плюс 10, замечательно. Вау, вот это классно. Смотрите, я за один ход добегаю до поселения. Какая неожиданная встреча на пути. Объявлена война, фриза, секваны. Слушайте, а это будет интересно. Гильвет и массилия, не так интересно. Святое место, святое место, вино. Да, я был прав, друзья, смотрите, оно построилось за один ход, в отличие от этого. И гарнизон сразу полный. Ну, почти полный. Ну что ж, ладно, забираем армениум. Я думаю, армениум можно взять и на авторасчете. Что сделаем, разграбим или уничтожим? Разграбим. Уничтожим. Просто давайте денег у нас так хватает. Что мы здесь построим? Слушайте, ну раз мы не захватили Рим, чтобы построить казармы с нагими воинами, тогда пусть будут обычные казармы. А, нет, стойте, я же хотел построить конюшни. Да. Не буду отступаться от своих первоначальных действий. Сановник, ты должен умереть. Покушение на убийство провалилось. Слушайте, ну кто делал ставки, нам и провал выиграл. Давайте посмотрим, что же нас ждет в Брундизии. А в Брундизии нас ждет просто очешуенный легион. Гарнизон, то есть, слушайте, две казармы, вспомогательные войска и обычные. Осаждать Брундизии это будет просто великая трудность. Армия набирается здесь, видимо, для похода на Рим. Что ж, ну теперь-то мне, я думаю, с разведкой будет полегче. Анард, договорные нападения, и они хотят дать нам за это 500 динариев. Не хотят. Но я все равно злой жмот, поэтому за два договора я беру 850. Торговое соглашение с Бревками, это как? Они захватили мрамор у долматов, понятно. Полторы тысячи? Замечательно. Слушайте, а что если попробовать втянуть войну с Афинами Ардеев? По-моему, это слишком дорогая цена. Лучше тогда уж обранительный союз со Скородисками. И они нам открывают Гетов и Македонию. Ну, с Гетами я не очень хочу дружить. А вот с Македонией я бы подружился. Даже обранительный союз принимают. Ну, хотя, в принципе, оно и понятно в окружении врагов. Адрисское царство, поторгуем? Поторгуем, конечно. И за хорошую такую цену, смотрите, торгуем. Не хочу я лишние 250 монет. Слишком это все долго и муторно. Конфедерация кельтов, слушайте, а вот это было бы интересно. Право прохода, договорные нападения и обранительный союз. За 500 монет, соглашаюсь. Замечательно, мне открываются фракции. Колхида разобралась с Арменией, вот это ничего себе. Ну что ж, очередная дипломатия с Колхидой. Вплоть до обранительного союза. А в Армении не очень хорошо дела обстоят. Но, тем не менее, теперь торговое соглашение Армения. Трапезунд. Кимерия. Катиару у нас открываются. С Вифинией мы уже торгуем. И остаются у нас селевкиды. А селевкиды воюют с Афинами, расположены к вам весьма лояльно, смотрите. По этому договору не нападений. Право прохода за 1000 я заключил. И смотрите, торговое соглашение за 4000 динариев. Это правда? Неправда, обранительный союз, и они нам предлагают 890. Слушайте, ну давайте тогда 4890, еще и за торговое соглашение. Замечательно. Мидия, Кипр, Родос. Ну даже Кипр с нами торгует, это просто жестокое экономическое подавление. И Родос, я думаю, тоже не откажется. Что ж, а теперь я хочу на это просто посмотреть, друзья. 28 тысяч динариев, 8 тысяч доход за ход. Вуха-ха-ха-ха-ха-ха, наемников я набирать не могу. Тратить все эти деньги, друзья, нужно грамотно. Смотрите, они не хотят конфедерацию даже за 28 тысяч монет. Насколько секваны ценят свою свободу. Ну что ж, я думаю, я сходил. Так, я думаю, еще надо спрятать нам эту армию, а то они ее затравят несчастную. Вот здесь, вот так. Я думаю, нормально. У нас полно денег, я думаю, стоит в Намнете построить порт. Здесь пару храмов. Жестокое культурное подавление, бедные лузитаны. Так, кстати, да, мятежники, давайте с ними разберемся. Отпустить пленных, и они убегают. Да, теперь нам сложнее будет их добить. Ну что ж, воспользуемся тогда наемниками в местной провинции. Я думаю, можно было обойтись и двумя, ну ладно. А может и нет, слушайте, ну так однозначно надежнее. В принципе, я окупился и заработал лишнюю тысячу. Они уж не скоро достроятся. А что я вообще изучаю? А, ну да. Я усиляю наших воинов. Еще три конницы, дружище, три конницы. А у нас еще и здесь восстание, посмотрите. Разбираемся с подстанцами здесь тогда уж в таком случае. А вот эти убегут или нет? Убегут все равно. Но здесь, я думаю, мы справимся уже и просто так. Правда, заработали тут мы гораздо меньше. Возвращайся, милая, в Лупфорд. Точно придется построить что-то по типу этого. Для повышения общественного порядка здесь у нас все отлично. Здесь не поможет эта постройка. А здесь поможет немного, я думаю. Рыбный порт построить, думаю, будет неплохо. Давайте попробуем здесь набедокурить. Нанять агента. Провал. Нанять агента. Провал. Я либо глазливый, либо это все действительно предсказуемо. Три баллы стоят, голодают. У македонцев, смотрите, целых две армии. Две армии. Они могут пойти осаждать Пеллу обратно. Хотя здесь их Тилу стурмуют. Еще и с Адрийским царством они ведут войну. Что ж, я думаю, нам нужно завершать ход, а то нас уже заждались. Не вышло. У тебя ничего не вышло. А это как? И такое бывает? Да, да, это просто шедеврально, друзья. Это просто шедеврально. Сейчас я сюда атакую. Не мог сказать, пока был в чате с другом. Ну теперь я сейчас сюда атакую. Мне интересно, у меня есть здесь ночные бои, ночные битвы? Нету. Но я думаю, сейчас будут. Я помещу сюда специально того самого генерала, у которого есть ночные сражения, и разобью эти армии по отдельности. А именно, то есть уничтожу армию и возьму Аполлонию. Аполлонию я разграблю и отдам и пилу. Рибли не помогают нам разбить наших мятежников. Я хочу немного подвинуть камеру. Почему она так встала неприятно? Смотрите, винеты помогли мне разобраться с противником. Ну-ка, отстань. Конечно же, порабощение, подавление культуры. Персонаж ранен? Что? Кто? Здесь кого-то убили, да? Или ранили? Смотрите, винеты здесь у нас гуляют по нашим территориям. Наверное, они пытались помочь мне разобраться с мошенниками. Ой, господи. С мятежниками, с мошенниками. Как я их только не называл. Наемники, мошенники. Все же. Так. Ты должен погибнуть. Ритуал. Я тебя специально кругом обойду. Нет, со спины. И ударю со спины, да. Ну-ка, умри. Убейся. Да что происходит-то? Видимо, это воители. Воители должны бить со лба, а не со спины. Что у нас здесь за войска? Нехорошие войска. А вот здесь хорошие войска вполне такие. Неплохие даже, ребята. Ну, а здесь один шлак. Что ж, это вообще прекрасно. Афинский агент. А, вот еще где произошло убийство. Попытался убить противника. Что же мне делать? Что ты можешь сделать здесь? Скажи мне, пожалуйста, подкупить отряды. Немодно. Нанять воителя? Ну, попробуй. Конечно, вряд ли у тебя это получится. Да, лучше уж так. Лучше уж сам раньше, чем ты умрешь. Ну ладно, по порядку, друзья. Избыток населения. Аквитание. То мы здесь построим. Давайте палату воинов пока. Потом мы ее перестроим во что-нибудь вот это. Дом ювелира и мальчик. Достраиваются у нас в Толосе конюшни. Начинаю я тогда нанимать кавалерию. И с этой кавалерией пойду потом в Рим. Атаковать Виссонтию или отправить эту армию в Рим так же. Я думаю, лучше второе. Что ж, быстрый марш. Нарушение границ с кем? А, и с вами. Со всеми нарушения границ? У меня что, со всеми так все плохо? Мне казалось, у меня с вами было право прохода. Ну да, теперь вы точно не откажетесь. Спасили и воюете. Смотрите, армия адрисского царства. А давайте она нападет на Пеллу. Нет, она не нападет на Пеллу. Слишком у них хорошее отношение с афинянами. Уж легче это попросить сделать три баллов. Кстати, а три баллы вообще погибают. Может быть, это сподвинет их на какой-то поступок. Слушайте, замечательно. Право прохода, оборонительный союз и вступление в войну с афинянами. Идеально. А теперь ставим цель. Ставим метку. Прямо на Пеллу. Я надеюсь, они атакуют. Наберут побольше наемников, атакуют. И у них хватит сил. Хотя, скорее всего, не хватит. Там 16 отрядов. Плюс флот в порту. Смотрите, Пеллу у нас теперь светится. 15 отрядов плюс флот. Да. А здесь 16 отрядов. Но если возьмут наемников, то, думаю, смогут. Ну или хотя бы поломают ее. Прокачаем здесь эту армию. Ну и здесь, разумеется, прокачаем немного. Да-да, чтобы ты дальше и дольше ходила. Здесь мы строим баллисты, чтобы производить и лучников. Баллисты, лучники, конницы. По-моему, идеально. Ну а пока вставайте на границу и нанимайте прачников. Пугаем мятежников. Чтобы они не мошенничали здесь, на наших землях. И прячем армию где-нибудь вот здесь, на границе также. Конечно, Армениум без защиты. 20? Общественный порядок плюс 20. А почему? Недовольные готовят восстание. Они выжили? А где они выжили? Я не вижу. Что это за баг интересный? Здесь ничего нет, никого не показывает. Очень интересно, конечно. Что ж, возможно, они здесь где-то в темной зоне живут. В принципе, если что, нам помогут с этим разобраться венеты. Надеюсь, Армениум не захватят на следующий ход. Мой соглядетай. Что ты можешь сделать? Отравить фраговскую армию или лучше себя не палить тебя? Да, я думаю, лучше себя не палить тебе, поэтому вставай где-нибудь здесь и веди разведку. Разберемся с мятежниками. Как ты хорошо качаешься. Слушай, прям улучшение на улучшение. Ну, а провинция так и не приходит в себя, я смотрю. Культурные различия, минус 20. Вот все из-за этого. Но нам нужны эти оливки, нам нужны эти ресурсы. А вы чего это решили побунтовать? Ну, а теперь, друзья, делаем самое главное. Меняем здесь полководца. Печальные новости, друзья. Я не нашел полководца с навыком ночные бои. Ну что ж, тогда поменяем просто на кого-нибудь другого и нападем на город. Тем более, здесь 11 отрядов и 6. Я думаю, мы точно справимся. Или не справимся? Слушайте, нет, я думаю, если мы наймем наемников, то точно справимся. Тем более, мы можем нанять хороших наемников. Давайте уберем вот этих вот двух жалких копейщиков. И возьмем всего лишь две трансийские конницы. Авто. Авдей решил сделать авто. Ну да, в принципе, здесь не очень такие сильные войска. Все они будут разбиты. 75%. А вот для нас, я думаю, это хуже. Ну ладно. Зато теперь мы грабим это поселение. А нужно нам ли его вообще грабить? Может быть, просто отдадим Эпиротам? Давайте отдадим его Эпиру. Мы освободили Эпир. Эпир теперь наши союзники. Наемников, я смотрю, здесь можно нанять приличное количество вместе с собаками, поэтому на быстрый марш армию я переводить тоже не хочу. Даже если ставить ее куда-нибудь вот сюда. До Пеллы она все равно так быстро не доберется. Или доберется, слушайте. Давайте все-таки, ладно, я поставлю ее вот сюда. Возможно, она на следующий ход доберется до Пеллы. А мы заключим договора с Эпиром. Замечательно, отрезали мы Италию от любых подкреплений. Торговое соглашение с Эпиром. Очень щедрое торговое соглашение с Эпиром. Селевкиды, слушайте, а я хочу вступить в войну с некоторыми вашими врагами, с которыми я никогда не смогу торговать. Да, и это будут вот эти трое. Смотрите, а у Эпир уже меньше денег. Предлагает всего лишь по 500 динариев. За полторы. Три врага за каждого по 500 динариев. Замечательно. Что ж, деньги мне девать некуда, поэтому кто хочет напасть на Афины? Силы очень не дружат с Афинами. Что ж, за 1600 всего. Скорее всего, Афины заключат с ними мир на следующий ход. Но, возможно, они успеют напасть на какой-нибудь город или сделать какую-нибудь гадость. А у Македонии и так хватает проблем, я смотрю. В Великой Греции афинских войск становится все больше и больше. Римляне перестраиваются, но силы они так и не восстановили. А полководец довольно хороший выжил, а афинян, кстати говоря, нехорошо. А это, возможно, и стоило разыграть. Что ж, в следующий раз разыграю подобное сражение. Кстати, друзья, афины ходят сразу же после меня, поэтому, скорее всего, с трибалами они подпишут мирное соглашение. А, стойте, нет же, у трибалов нет поселения, поэтому они должны будут напасть на Пеллу. Мирное соглашение с ними из-за того, что у них нет поселения, будет подписать просто невозможно. А затем уже нападу я и разграблю Пеллу. Слушайте, а зачем ее грабить? Зачем? Я просто ее захвачу, и у меня будут нормальные корабли. Правда, скорость у этих кораблей все равно будет тройка, но хотя бы ударный флот, который сможет идти на таран. По-моему, у меня там какие-то... Что-то нехорошее-то происходит. А, нет, все хорошо, он провалил задание. А ты тоже провалишь задание, да? Я надеюсь. А ты вот не провалил задание, ты подкупил отряд. А какой ты отряд подкупил? Наемников, слушай, но ты медоход увеличил, спасибо. Я думаю, эти наемники на следующий ход должны снова активироваться, и я снова на ему отрядик. Давайте напишем что-нибудь прикольное. Что-нибудь ехидное? Вот я ехидный, конечно. Койот, просто шакал. Ядом бы не захребнуться. Нужно мне будет здесь еще заменить генерала на конного, чтобы быстрее было передвижение, точнее дальше. А здесь на обычного. А здесь на того, кто сможет вести ночные бои. Что ты нанимаешь? Дополнительный отряд, дополнительная армия. Шесть, шесть отрядов, плюс пять, четыре, четыре отряда. Три, два, один, ноль. Что? Все меняется, так быстро. Я не понимаю, что происходит, что ты хочешь от этой армии. Четыре отряда ты можешь нанять. Четыре, все. Четыре максимум. Да, больше тебе просто ничего не позволит. В таком случае три балла будет потяжелее, если они нападут. Я надеюсь, это дальность перемещения не уменьшает. Но в принципе, четыре лестницы, можно справиться. Пикинеры, гоплиты, всадники, толпа. Прачники четыре отряда, а вот это вот уже является проблемой. Мне сможет помочь только то, если я смогу нанять критских лучников. Хотя бы отряда два. РДА, оборонительный союз, 390. Да это почти даром. Массили атакует Рим, что? Зачем? Почему? Слушайте, а у нас ведь там армия набирается. Я не хочу терять того генерала. В принципе, он может отступить, а если они находятся слишком близко. Еще и потеряю свою непреклонность, если отклоню. Вступить или отклонить? Слушайте, я лучше отклоню, я не хочу терять генерала. Да, смотрите, вот он здесь. Я думаю, они бы его догнали, дабы он не отступил. Потому что они за один ход почти могут дойти до Толоса. Но получилось так, что с римлянами я поссорился и теперь потеряю свою непреклонность. Хотя, с другой стороны, все торговые соглашения я заключил, которые только можно было. Доход со всех торговых соглашений у меня 7300. Смотрите, три баллы напали. Три баллы напали. Да, это то, чего я хотел, то, чего я ждал. Замечательно, бой. Или ты на авторасчете справишься? Мой план увенчал с успехом. Нет, он справляется на авторасчете. Но если я добегу теперь до этого города, это все. Это замечательно. Я его просто заберу, я его возьму. Потому что на авторасчете он должен был понести серьезные потери. Агент выздоровел, разведчик. Агент выздоровел, друид. Как всегда, огромное количество новостей. Не очень я хочу все это читать. Куча восстаний, которые будут невинуемы. Толпились агенты у моих армий. Слушайте, да что ж вы какие, то вот мне с вами делать. Сановник, который рим грабит. В принципе, ладно, ты мне не нужен. Давайте убьем этих агентов, которые провалили оба задания, кстати говоря. Ну-ка, сделай что-нибудь. Молодец, наконец-то. То есть, сановника ты убить не можешь, который стоит в наглую и орет. А саглядотая, который прячется и скрывается, ты в легкую убиваешь? Где твоя логика? Что ты такое? Ну-ка, найми мне этого агента. Я так и знал. Дезориентировать? Ой, шанс 20%. Зачем я это сделал? Ты сейчас помрешь. Ну или просто провалишь задание. Да, помер наполовину. Построим конюшню. Ты проходишь дальше и встаешь у меня в засаду. Проводим дальше агента. Пробегаем по территории инсубров. Двигаем эту нашу армию дальше. Давайте, наверное, подвинем ее сильнее. Кстати, да, будет прекрасно, если он попробует на эту армию своих агентов натравить. И они вымрут. А теперь смотрим самое важное, друзья. Дойдешь ли ты? Ты дойдешь? Ты не доходишь. Ты не доходишь, скотина. Ты паразит. Ты сволочь. Я тебя ненавижу. Почему ты не доходишь? Они ведь успеют хорошо восстановиться за этот ход. Сколько здесь? 153, 320, 93. Да, они почти все восстановятся. Хотя, слушайте, много они и не потеряли. Видимо, у три баллов здесь ничего и не оставалось. Здесь нет критских лучников. Пикинеры, смотрите. Он, видимо, взял в расчет то, что я не беру стрелков. Но я-то ведь теперь начал нанимать стрелков. Восстание неминуемо в Тараконе. Давайте поставим армию здесь, чтобы она могла дойти и до Таракона, и до Рацила. Эту армию ставим на границу и нанимаем конные отряды. И, кстати, да, заменяем. Ты ведь можешь вести ночные бои. Не можешь. Тогда, может быть, ты? Не ты. Да ты моя лапочка. Вот тебя мы как раз и заменим. Тем более на конного генерала. Секваны, я могу объявить вам войну или нет? Не могу. Пять ходов. Слушайте, а давайте наладим отношения с партиями. Ты и Дигра? Блин, что ты сделала? Я не то тобой хотел сделать. Я не то хотел сделать. Зачем мне деньги? Я хотел завербовать. Наладил, называется, отношения с партиями. Что ж ты тогда иди кого-нибудь завербуй. А завоевать верность, то есть, мы не можем, да? Понятно все. 4% риск. Почему, кстати, друзья, вы уже обеспечили верность этой партии? Все понятно, ладно. А здесь у меня есть Динедикт. Прекрасно. Улучшить отношения. О-о-о. Плюс. Еще улучшить отношения. Как раз деньги, которые награбили. Слушайте, а чего я маюсь? Просто берем и отправляем его к секванам. От тебя мы меняем на полководца из нашей партии. Как раз на того, которого недавно завербовали. Ах, вы противные. Ну ладно. И улучшаем тебя. Я надеюсь, ты продержишься и наслющий кот нападешь на Пеллу. Македония, смотрите, восстанавливает свои силы. Я думаю, она должна будет в будущем захватить Анфею, окрепнуть и напасть на Афины. И пир пусть набирается сил. Больше, я думаю, мне здесь ничего не надо, поэтому завершаю ход. А-ха-ха, не нашел меня. А где здесь Афинская армия? Он ее в засаду поставил. Они захватили Неаполис. Точно. Слушайте, это шедевр. Ведь я сейчас нападу на Неаполис сразу двумя своими армиями. Рим до сих пор еще слаб, конечно. А здесь еще и Венеты находятся. Слушайте, а может быть и Венеты на них нападут? Ну да навряд ли. Венеты, если на них нападут, то они проиграют. Кстати, друзья, знаете, как в такой ситуации спасти свою армию? Но он еще, возможно, не видит. А нет, он видит. Почему не видит? Здесь же стоит у него сановник. Он видит мои армии. В общем, как в такой ситуации спасти свою армию? Нужно просто убрать отсюда флот и свою армию спешить... Ой, спешить. Перевести на воду. Тогда у меня будет шанс только захватить поселение. А когда я атакую его армию на воде, он своей армии будет вынужден отступить. Сможет отступить, имею в виду. И в таком случае я уже его просто не догоню. Такой вот законный вывод армии из города. Конница? Это была конница и лучники. Ох. Конница и лучники. А я думал, я один тут такой прошаренный. Лучников нанимаю и конницу собираюсь нанимать. У нас одинаковая стратегия... Ой, у нас одинаковая будет тактика. Одинаковая стратегия ведения боя. Неаполис все перестраивается. Ох, и зря он это все перестраивает. Я в любом случае захвачу Неаполис на следующий ход. Возможно, он надеется на пикинеров, но они ему не помогут. У меня ведь здесь шесть прачников. Шесть отрядов прачников теперь, кстати, все в серебре. Рим требует сменять деньги за договор о ненападении. Слушайте, ну я в принципе согласен, но только потому, что вам нужны деньги и обратите вы их против Афин. Вы вообще воюете против Афин? Да, вы воюете с Афинами, поэтому да. Восстание в Толосе как вовремя. Ну-ка убегите отсюда. Блин, еще и на конницу, вот это вот неприятно. Ведь конницы я потеряю немало в таком бою. Пару восстаний здесь, что ж, возвращаем тебя обратно. Я надеюсь, вы восстановились после восстановились. Вспыхнул у меня очередной ряд восстаний, я подавил кого смог, а кого-то подавлю на следующий ход. Здесь гельветы справились и без моей помощи. Распускаю тогда. А, стойте, вы не справились, они отступили? Где они? Что ж, придется мне заключить договор о праве прохода с фризами, чтобы войти на их территорию и разобраться с мятежной армией. Ах вы, да что вы говорите, слышите? Я сейчас просто тогда войду и разберусь с вашей армией. С мятежной армией. Где здесь мятежная армия? Куда она могла отступить? Куда она могла отступить? Пусть и где она? Вы ее видите? Вот она. Вот блин. Так, это уже нехорошо, выходим. А может быть фризы разберутся с этой армией тогда? Ладно, мне все это очень не нравится. Так, женщина, давай ты восстановить наследие и будешь в этом городе набирать войска. Вражеский секретатай, который завершил успешно действие. Какую армию он отравил? Эту? Ну да, какую же он еще мог отравить? Скорее всего, ты даже не дойдешь, слушайте. Как же нам тогда на них нападать? Только если этой армией. Давай тогда ты разберись с вражеским секретатаем. Разберешься или нет? Шанс маленький, конечно, но хотя бы ты ранил его. Хотя бы ранил. Слушайте, крутое оторвение плюс два нам дает. Попробуем распространить недовольство. Пущенная возможность. Но я ничего от тебя в принципе и не ожидал. Ты проходишь дальше, встаешь на свою территорию. А зачем тебе на свою территорию? Здесь и так общественный порядок прибавляется у нас. Вот я орну, конечно, если по завершению всего этого кто-нибудь нападет на одно из наших поселений из ниоткуда. Выводим теперь эту армию. Кстати, да, чуть я не забыл. Свадьбы, друзья, свадьбы. Мы ведь должны осуществлять свадьбы. Должен быть праздник на наших улицах. Кого я еще не женил? Тебя? Тебя? Вот тебя, да. Вообще, вас бы начать усыновлять, конечно, всех. Но у тебя для этого не хватает авторитета. Слушайте, а у кого есть авторитет? У тебя есть авторитет. Замечательно. Отдавай его мне. А у кого я его забираю вообще? Зачем я у тебя его забираю? Ну ладно, я дам тебе способность получше. А зря забрал я авторитет, друзья. Я мог ведь повысить. Подождите, а у тебя шесть. Ты это можешь сделать. Замечательно. Отлично. Ты это делаешь. А ты теперь сможешь кого-нибудь усыновить. Кого-то одного, двух. Ну давай, что ж, начнем с тебя. Теперь усыновляем тебя. 66 стоимость харизмы. Что ж, мы можем усыновить тебя. И все, теперь 99. Ты, может быть, дашь обучение какое-то своему сыну? Только, пожалуйста, не такой, от которого он умрет. Ну и повышаем авторитет и здесь. Ну-ка, улучшить отношения. Давайте улучшим отношения. А после улучшения отношений кого-нибудь завербуем. Неженатый ты без жены, бедняга. Так, ладно, давай тебе теперь дадим мой авторитет. Минус 11, как-то это слишком, не находите? А, ну да, просто посылаем тебя в какую-нибудь страну. Я думаю, лучше всего так же к секванам. И что мы теперь делаем? Давайте попробуем этой армии куда напасть. Куда мы ей сможем напасть? Пелла или Лариса? Лучше, конечно, на Ларису. Вставай тогда вот сюда. Шанс на успех засады 65. И спрячьте, пожалуйста. Кстати, да, смотрите, здесь пополнение идет у Эпира. Хоть какие-то приятные новости. 26, между прочим, неплохое такое пополнение. Ну, естественно, у них же здесь зерновая яма. Вполне хорошее пополнение. Так, а что у нас здесь? Я думаю, нужно будет нам нападать. Попробую атаковать этой армии Неаполис. Все плохо у нас, все плохо. Подкрепление флот. Здесь опять флот. Здесь гарнизон. Кстати, гарнизон, почему он сразу такой? Я понял, почему сразу такой гарнизон. Потому что римляне ничего здесь не перестраивали. Два пращника. Ну что ж, давайте сделаем так. Переведем эту армию на быстрый марш. Кстати говоря, смотрите. 5, 9, 6. А здесь у нас 6, 8, 4. Тоже неплохо все. И очень даже неплохо. Кстати, а этот генерал может провести ночной бой. Да, совершенно верно, ночной бой. И тогда не будет участвовать флот. Или будет он стоит в порту? Скорее всего будет. Ладно. Давайте запихнем тогда сюда наши отряды. Это будешь ты, ты и парочка прашников. Атакуем. Ночная битва или что? Ночная атака. Ничего не меняет, конечно, ночная атака. А, нет, меняет. Смотрите. Плот не в гавани. Да, уж совершенно не в мою пользу получился бой. Кого мы теперь тогда нанимаем? Давай теперь... А, стоп. Нет, ты у нас ведь ночные бои можешь вести, да? Так, ладно. Тогда наймем мы тебя. Присягнувшая. Хотя, по-моему, тебя все равно придется нам распустить. Да, ты никуда убежать не можешь. Совершенно. Поэтому тебя придется нам распускать. И тебя, я тоже думаю, нам также придется распускать. Ну, в принципе, зато мы потрепали хотя бы их армию. А Винету уже смогут сделать свое дело. Если только они не заберут Рим. А ведь могут забрать, кстати говоря. А знаете, чего нам не хватало в этом бою? Баллист. Вот если бы у нас были баллисты, мы бы просто расстреляли этот холм. Что ж, тяжело идет компания. Думаю, теперь следует нам дальше передать ход. Засада, друзья. Поймал я на пути армию соперника. Но тут, я думаю, ее сразу уничтожат. Даже авторасчетом. Да, все, армия уничтожена. Кстати, смотрите, бой даже отметили. Отпустить. Так мало дает. Всего лишь 474. Слушайте, ну тогда я понимаю, почему аферяне так плохо воюют. Особенно в своей провинции. Потому что им мало платят. У них ничего нет. У них карманы пустые. Торговый договор разорван. Рим. Он захватил Рим. Скорее всего, слушайте. Как армию соперника мы разгромили, что шла в сторону Аполлонии. Теперь я атакую Пеллу. Я надеюсь, у меня хватит. Ууу, у меня не хватит сил Пеллу взять. Тошно город, думаю, я просто беру в осаду. Сражаться еще с этим гарнизоном мне бы не хотелось. Очень бы не хотелось. Смотрите, Тила забирает Пульпудеву. Моя армия здесь. А добежишь ли ты до Рима? Нет, ты до Рима, к сожалению, не добежишь. Давайте попробуем убить этого генерала. Противник убит замечательно. Агент наш идет на разведку. Сановник будет пытаться заниматься переманиванием у нас 30 тысяч денег. Что ж. Расплакирует действие убить вражеского агента. Слушайте, прекрасное действие. Давайте попробуем. А ты, пожалуйста, убей наконец вот этого сановника. Ну или хотя бы рань. Все свойства плюс один. Замечательно. А до Вольтера он не добегает. Слушайте, а вот это приятные новости. Если он не добежит до Вольтера. Давайте тогда здесь попробуем нанять генерала. Пускай это будешь ты. Нет, лучше вот в этой армии. Да. Отходи назад. Здесь тем более у нас строится. Построилось. Тош, отлично. Будем нанимать? Нет. Нам некого особо здесь нанимать. Давайте тогда нанимать побольше баллист. И напугаем афинскую армию своим присутствием. Только генерал, мне кажется, здесь нужен посильнее. Хотя царь, в принципе, думаю, сойдет. Нет, все-таки не хочу я сажать туда царя. Пускай лучше будет Илиад также. Который у нас с огромной хитростью, с большим авторитетом рвением. Раз справился, друзья, я со всеми мятежниками на своих территориях, которые здесь были. Какой здесь теперь классный общественный порядок. Наступление на Рим идет полным ходом, и мы завершаем ход. На этот раз уж, думаю, Рим я оставлю себе. Ибо мне нужны наги и воины, тем более он его разрушил. Распустил он у меня опять отряд Ториентийской конницы, посмотрите. Но вообще я соглашусь, если честно. Да, Ториентийская конница это зло, которое стоит бояться. Что он здесь делает? Он убил? Что? Получилось? Надеюсь, не убил. Попытался убить противника. Офигеть, это у него получилось убить? Ну, ранить, имею ввиду, довольно хорошего полководца. Того самого, мне кажется, да, смотрите, ранение. Того самого полководца он ранил. Только не раскол. Вот раскола мне сейчас не хватало. А на следующий ход я снова смогу завоевать верность, причем за копейки. Он еще и дезориентировал эту армию. Ну, замечательно. Римлян отогнали, я смотрю. Будет обидно, если он нападет на Вольтеру. Тогда погибнет у меня еще и этот генерал. И здесь у меня дела плохи. Ну, вот что такое вести войну на чужой земле. Хотя, в принципе, все мои земли-то в порядке, до них он еще и не дошел. Прям компания с качелями, нужно мне поднапрячься. Атакует он меня, перехватывает. Ух ты. И набрал так неплохо. И отступить я не могу, слушайте. Но я думаю, я здесь должен справиться, кстати. У меня столько конницы. Я буду драться. Даже без генерала, но я буду драться. Здесь уже не какие-то кельтские воины или крестьяне-новобранцы. Хотя прачники вот для них опасны. У меня убили в этой армии генерала. Против меня обращено 27 отрядов, не считая плебс. Баланс сил и тучи сгущаются совершенно не в мою пользу. Один лишь плюс, что напал не я, напали на меня. А значит, я полноправно могу занять холм и уйти в глухую оборону на нем. Что делает здесь мой соперник? Поняв, что склон с этой стороны очень крутой, он начинает переводить все свои отряды в левую часть карты. Вот в этот лес, чтобы укрепиться в нем и, возможно, попытаться штурмовать холм отсюда. Но здесь еще круче склон. Поэтому, скорее всего, он обойдет и будет бить вот отсюда вот. Здесь холм наименее крутой. Но вообще, с какой бы стороны соперник меня не попытался атаковать, ему бы в любом случае пришлось бы забираться на этот холм. А сейчас будет происходить первая стычка в этой игре. Стоит толпа, плебс, и мои тяжелые всадники бьют по вражескому плебсу. Их уже сразу начинают обстреливать вражеские лучники. И подбегает кавалерия. Но кавалерия мою конницу не догонит. Ибо моя конница прокачана как раз на то, чтобы вражеская кавалерия не могла ее догнать. Также я переключаю огонь своих баллист на вражеских всадников, которые мчатся за моей конницей. Вот летят первые снаряды. Происходит удар. 77 их остается в отряде. Здесь пикинеры еще. Стараюсь лупить я также еще и по вражеским пикинерам. Баллисты продолжают обстреливать всадников. Правда, смотрите, как они прям развернулись в хороший момент. Возможно, он развернулся, потому что увидел эти снаряды, либо развернулся, потому что увидел мою конницу. Что здесь пытаюсь сделать я? Вот здесь начинается одна из самых интересных частей схватки. Здесь находятся лучники соперника с серебряными лычками, а здесь пикинеры. Свои конницы я изначально бью по пикинерам, сваливая их. И продолжаю натиск дальше осуществлять на лучников. Лучников перехватываю уже и первым и вторым отрядом с обеих сторон. Соперник ведет сюда свою конницу. Здесь граждане-всадники бегут на помощь, по которым летят снаряды баллистов. Вот они опять ускорились, баллисты все мимо практически прошли. Только одного всадника зацепили. Одного же, да, одного. Здесь я бью еще в клепс, в отряд клепса, который изначально здесь еще пострадал. И снова увожу свою конницу. У меня конница довольно быстрая, все это мне сходит с рук, все эти действия. Здесь всадники бегут, 61. Вот один, вот летят снаряды от баллистов, летят по своим уже. Но тем не менее, больше всего достается всадникам. Здесь у соперника, то есть смотрите, еще имеется конница, его генерал в саднике с дротиками. И в лесу, здесь у него располагается какая-то небольшая засада в лесу. То есть он оставил свои отряды некоторые здесь, а этой армией начал обходить. Баллисты продолжают довольно хороший обстрел вести, но это уже по ополченцам и по пикинерам. Отряды измотанные, измотанные от обстрела, измотанные от удар к моей коннице, измотанные от собственного бега. Снова летят снаряды баллистов, на этот раз они уже ударяют по Тарантийской коннице. Мои охотники сейчас начинают расстреливать Тарантийскую конницу. 51 всадник, он замечает охотников, начинает убегать сразу же. Снаряды, стрелы прилетают ему в спину по Тарантийской коннице. 47 всадников уже, сейчас еще кого-нибудь убьет. 45, замечательный обстрел. Тем не менее он их пытается развернуть, а я свою конницу там берегу, защищая своих охотников. Далее он отступает своей Тарантийской, а свои отряды уводит вглубь леса наверху. А свои отряды конницы на правом фланге я стараюсь пока что не обнаруживать. Мимо падают снаряды баллистов, и здесь начинает происходить одна из самых интересных вещей. Смотрите, он замечает мою кавалерию, я ее обнаруживаю, а нет, пока не замечает. Я решил кинуть свою кавалерию одну сюда, а другой как-то перехватить соперника с тыла, чтобы он не ушел. Ибо его отряды конницы довольно хорошо так сильно отбились от основной армии. Пытается он убежать своей кавалерии, но все уже тщетно. Я ускорю немного этот момент. Вот я настигаю вражескую кавалерию и бью по ней. Правда, бьет отряд ее не очень уж хорошо. Хотя, несмотря баг, вот мне не нравится. Лучше бы отряды, когда осуществляют натиск, продолжали бы его. Но, тем не менее, второй отряд довольно очень хорошо осуществил натиск баллистов. Я уже ими не стреляю. Соперник просто двигает всю армию быстрее из стрелков и из гаплитов на помощь своей коннице. Я же переключаю весь просто урон, начинаю бить только его генералом. Не обращая практически внимания на граждан всадников. Но меня уже начинают обстреливать. Я уже начинаю думать, что зря я сделал такую высадку. И пытаюсь спасти один отряд своей кавалерии. Я его просто увожу. Здесь же подспевает еще один отряд кавалерии, который как раз герой войны. 162 их уже убил. 162. Я увожу свою кавалерию. И сейчас я ей сделаю еще один удар по сопернику сверху. На этот раз уже по гражданам всадникам. Здесь что происходит? Здесь моя конница влетает в прачников. 120 прачников. Довольно хорошо сначала она влетала. Затем, видимо, я куда-то не туда нажал. И она уже начала плохо влетать, так сказать. Но, тем не менее, убила довольно хорошо. Уже еще 40 человек. 40 человек прачников и плебса. Вот они, да. 81, 82. Конница влетает здесь сверху. Здесь отряд генерала также терпит поражение. Совсем немного нужно, чтобы его убить. Я же подвожу баллистов все ближе и ближе, чтобы они как-то попытались расстрелять вот эту вот толпу небольшую. Вот эту вот толпу. Здесь у меня отряд конницы уже погибает. Все, я им включил. Все подрубил. Все обилки. Он сражается с польтастами. Польтастами защита у ближних будет 56. Они побеждают тяжелую конницу. И все. Здесь соперник, то есть, начинает обстреливать конницу. Попадает, разумеется, по своим. Меня это радует. Отряд конницы здесь у меня погибает. Отряд конницы здесь я увожу. Летят снаряды баллист. Бьют по сопернику. Бьют довольно неплохо. Баллисты у меня уже сколько они уничтожили? 94,54. В принципе, достаточно. Ну, нет, не достаточно, но нормально. Вообще, я думал экономить снаряды баллист. Но, как-то у меня это выходит не очень хорошо. Здесь еще убегают отряды. Вот, а снаряды летят дальше мимо. Ни один снаряд практически толком не летит в цель. Даже по этой густой массе. Хотя нет, некоторые снаряды все-таки летят в цели довольно неплохо. Вот, хороший обстрел. Мы не видим, как они попадают. Но они попадают, в принципе. Вот, погибшие встают. Ты умрешь от кровотечения? Нет? Жаль, думал, ты умрешь. Пикенеры 103, габлиты 147. Соперник начинает тем временем все свое войско переводить уже наверх. Заводит его на гору. Но, атакует он и атакую не я. Все равно, даже если он будет наступать на меня здесь, то это будет лучше для меня. Хоть здесь и лес, но здесь есть склон. В принципе, лес и склон выводят нас на равные условия. Несмотря на то, что я атакую с горы, но я атакую в лесу. Скорость 70%. Поэтому мой натиск здесь будет примерно такой же, как и на поле. Как и на чистом поле. Здесь соперник снова активирует свою наемную трентийскую конницу. Я же пытаюсь напугать ее своей кавалерией. Снова вывожу гальских охотников. Снова не удается, не получается обстрел. Или получается? Получается. Смотрите, вот, снова я обстреливаю его трентийскую конницу. 42 уже всадника, 41. Довольно неплохо она уже так потрепана. Так вот, я думал поэкономнее отнестись к снарядам баллист. Но здесь я заметил, что стоит его недобитый генерал. 32 всадника с дротиками. Поэтому переключил огонь своими баллистами на его генерала. Думаю, было бы чудесно убить этого генерала. И здесь же, смотрите, с первого залпа сейчас погибнет его генерал. Где он там стоит? Вот, все. Здесь где-то погиб его генерал. С первого залпа он умирает. Разумеется, этого не пишут, потому что это не основной отряд генерала. Но, тем не менее, это была шокирующая новость для моего соперника. Заметил, видимо, да, свои отряды, что я по ним долблю своими баллистами. Хорошо так обстреляли, смотрите. Все усеяно в дырках и трупах. Он пытается увести, но я, вот, завершая свое дело, даже пока они убегают, баллисты попадают довольно хорошо. Что происходит у меня в тылу? А в тылу происходит не менее интересная вещь. Здесь прачники у соперника, на которых я кидаю свой отряд генерала. Ну, не генерала, а тысячника, который принял командование, чтобы управлять этой армией. Я бью прачников. Здесь где-то в кустах у него были еще наемные торентийские кавалеристы. Бью я прачников. Прачников прям сметают, красиво сметают. Вот эти вот все точки выглядят, будто это не люди упали, а будто еще баллисты стрельнули. Но нет, баллистами я не стрелял. Попадаю я под жесткий обстрел, потому что здесь у него еще находится отряд прачников в лесу. Я же стараюсь это все дело еще обойти и ударить прачников уже с другой стороны. И тут он выводит свой основной отряд генерала. А все, снаряды-то у баллистов у меня уже кончились. Я решаю вывести вторую конницу тяжелых всадников на подмогу. Здесь я бью его прачников. Вот, влетает конница в прачников, начинает их избивать. Довольно хорошо их бьет, лупит. Он же кидает свою конницу на меня в догонку, как и трентийскую, так и генерала. Этой коннице тяжелых всадников летит на подмогу. И я увожу свою конницу, даже не добив почти отряд. Ну вот, он так хорошо пострадал. Я начинаю вводить свою конницу. Моя конница активная, его конница свежая. Но моя конница все равно быстрее, чем его. Я уже говорил почему, потому что у меня там серебряная подкова нарисована, не конки отрядов. Увожу я обратно свои отряды кавалерии на холм. Однако соперника не думает сдаваться, поэтому продолжают мне заводить в тыл разные свои отряды. Отряды прачников, отряды прачников здесь, которые вернулись на поле боя и убежали полностью. Отряды кавалерии здесь можно было заметить, вот они бегут. И в итоге я бью своей кавалерии и снова его отряд прачников. Пытаюсь его уничтожить. Здесь на меня кидается трентийская конница. Я кидаюсь на нее, но она разумеется убегает. Перехватить пытаюсь я его тяжелыми всадниками, своим генералом. Но позже я передумал это делать, потому что у него подходят два отряда кавалерии. Здесь у него еще дошли еще два его отряда кавалерии, недобитые. Здесь находится отряд каплитов ополченцев. Что с этим делать? Я начинаю водить свою конницу и позже я решаю переключить, обратить свой взор, переключить в тьмане на всю эту массу и выделить парочку отрядов. Я выделяю два отряда гальских охотников и два отряда нагих воинов, чтобы они обратили свое внимание в тыл. Пока идет мое подкрепление с горы, я же влетаю своим генералом и своими тяжелыми всадниками, всеми тяжелыми всадниками, на его отряд граждан всадников, генерала. Здесь также завязывается бой со всадниками недобитыми, трентийская конница наемная. Все, здесь начинают обстреливать соперника уже мои гальские охотники, довольно хорошо ведут обстрелы генерала, я увожу, чтобы его не потерять, чтобы не был слишком сильно боевой дух. Здесь же конница моя очень уставшая уже, пытаюсь я ее завести либо на прачников, либо сюда, не могу определиться, вот она крутится, здесь и крутится. В итоге я принял решение ударить по прачникам. А здесь же расстреливают всех мои гальские охотники. Здесь должен где-то быть потерян генерал у моего соперника, но нет, не здесь, скорее всего, вот с этой конницей. Вот, включаю я безумный натиск, бью в генерала соперника, еще и дротики делают свое дело. Сначала он выигрывает, конечно, ну да, разумеется, бить-то по истощенной коннице. Но затем, тут уже погибает его генерал. Давай, погибай быстрее. Это должны выписать, вот это уже должны выписать. Два, двое, один, все. До последнего прям дрался генерал Афинян. Здесь же, смотрите, как красиво влетают нагие воинов, гоплитов, ополченцев и начинают их всех просто убивать. 134-130 уже их находятся в отряде. Отряд серпик поражения, отряд начинает дрожать. Я же здесь подгоняю еще своих гальских охотников. Они расстреливают огнем прачников. Прачники так дрожали, прачники убегают. И здесь бьет моя кавалерия еще в гоплитов ополченцев. Также я еще поддаю огнем. Поддаю огоньку. Все, после этого начинаю возвращать все свои войска обратно на холм. Нагие воины и остатки моей конницы расправляются у подножника холма с убегающими ополченцами. И наш взор переходит уже на подножье холма. Сейчас начинается самое интересное. Завязывается перестрелка между вражескими прачниками и моими гальскими охотниками. Вот они начинают перестреливаться. Мои охотники только стреляют почему-то по гоплитам. Ну вот все, я переключил уже обстрел. Здесь же что происходит. Так вот, да. Расстреливаю я прачников с серебряной лычкой. Заметьте, все мои ноги и воины с одной лычкой. И всем им совершенно немного не хватает до второй. То есть любое начало боя, любая завязка боя начальная сразу же приведет к повышению их ранг. Здесь я увожу вперед гальских охотников. Кстати, смотрите, они бегали уже уставшие здесь. Уставшие, уставшие. А эти ребята свежие стояли на холме. Генералом я своим отбегаю уже с другой стороны. Уже не боюсь его даже потерять. Дрожат первые отряды соперника, прачники. Ну да, хороший такой обстрел я по нему осуществил. Все, здесь я выпускаю вперед все свои отряды. Выпускаю огненный выстрел, чтобы прогнать прачников в отряде у своего соперника. Ну-ка, почему-то они не убегают. Ну скоро должны начать убегать. Все, бежит отряд. Бежит безвозвратно, потому что нет генерала. Уже потерял генерала. Он у подножья холма. Медленно и довольно возвращаются все мои отряды. Истощенные тяжелые всадники. Кидаются просто все наги и воины в ополченцев, в гоплитов. Здесь ополченцы тают просто на глазах. Здесь в пикинерах по пикинерам я бью. Вот пикинеры, вот отряд у меня тоже прогнал. Сразу же смотрите прачников здесь. Прогоняет дальше отряд гоплитов. Ну, начинает только его избивать. Пока что не прогоняет. Пикинеры здесь вон подходят потихоньку. Здесь я также бью по пикинерам, которые не успели опустить свои щиты. Еще и свои копья. Успели только поднять щиты, но не успели опустить копья. Отряд пикинеров, который опустил пики. Весь обстрел свой я переключаю на него, чтобы быстрее его дестабилизировать. Мои наги и воины освобождаются от боя. Прогоняют ополченцев. Проникают в каждую лычку просто. Ой, в каждую лычку. Проникают в каждую брешь, в каждую улочку. Начинают уже здесь избивать и пыльтастов, и прачников. Отряд моих нагих воинов здесь пытается атаковать пикинеров во фланг, чтобы понести наименьшие потери. Дрожат пикинеры у соперника. Два отряда дрожат пикинеров. Мой союзник, мой оппонент, возмущался очень сильно. Почему они так убегают? То есть уже все, ну, 50 остается. Так, что у нас здесь? Здесь тяжелые всадники дерутся как герои просто. Там в будущем потом останется и вовсе один всадник. Вот он дрожит. Безумный натиск. Тяжелые всадники. Влетают наги и воины, добивая прачников. 100, 101, 199. Вот, два всадника. Прогоняя ее, получает даже огненный выстрел. Все равно держится. Смотрите, один погибает. И вот он один остается, герой. И сражается дальше. Здесь наги и воины. Опять же, наги и воины. Все, внимание на нагих воинов. Они избивают прачников. Эти бьют пикинеров. Каждый отряд завязан в бою. Каждый отряд делает свое дело. И ни один отряд просто так не простаивает. Эти уже летят в спину. Как пикинерам, так и гоплитам. Гоплиты 101 терпят поражение. Все-таки дает о себе знать то, что они сражаются в гору. А мои слетели с горы. Здесь же, что у нас тоже гоплиты терпят. Хотя нет, у этих гоплитов ничья. Кстати, и моих ничья. По-моему, еще вот этот отряд гоплитов так неплохо держался. А, нет, вот этот отряд гоплитов даже прогнал, по-моему, и отряд моих нагих воинов. Пикинеры. 132 пикинера. Вот здесь прям было дикое возмущение. То есть, что все уже, все отряды начинают дрожать. Бегут, они бегут практически полные. И дальше это поле боя превращается просто в избиение. Гоплиты, несмотря на то, что они активные, а мои наги и воины уже измотаны. Все равно мои наги и воины очень быстро их догоняют и добивают спины. Зря они убежали. Лучше бы не убегали, а развернулись и попытались бы дать достойный отпор. Битва, на мой взгляд, получилась просто шикарнейшая. Все мои всадники, мои баллисты, мои наги и воины. Абсолютно каждый отряд, абсолютно каждый просто человек из отрядов постарался на славу. Ну, кроме вот этой кавалерии, ну и досталось больше всего. Отряд уже соперников. Ну, что тут сказать, дети отомстили за все прошлые поражения и смерти своих отцов. Даже несмотря на то, что я обронял холм, силы соперника меня значительно превосходили. Я потерял 837 человек, соперник же практически 3000. Так, что с пленными делаем? Пленные, пленных отпускаем. Ладно уж, и это все без генерала, кстати. Это без генерала. По зову долго. Так как нашего первого генерала в армии этой ранили, мы вынуждены сюда поставить нового. И пусть это будет, думаю, царь. Да, у царя гораздо выше шанс ранить вражеского агента. С пятившей. Общественный порядок плюс 4. Неплохо. Правда, я не помню, что я там уже нажимал. Наверное, по-моему, я зарезал человека, который охотился на священных зайцев. Да. Дорога на Рим открыта. Теперь я спокойно смогу захватить Рим у афинян. У афинян? Что? Прекрасно. Я смотрю, римляне здесь уже успели обжиться. Не успею я даже одержать победу. Кстати, смотрите, какие потери. Потерь-то особо высоких у меня и нет. А здесь у меня уже имеются 4 новенькие баллисты. Я думаю, так просто это оставлять нельзя. Поэтому на Рим я нападаю. Надеюсь, ничего не будет с моей непреклонностью. Давайте посмотрим. Ага, что тогда будет с моей непреклонностью? Но мне всё равно. Мне нужен Рим. Зря вы сюда сунулись, друзья. А точнее, вы нам уже не друзья. Обычно режим, авторасчёт, победа, Рим, мы... А что мы с Римом делаем? Ну, думаю, грабить и просто захватывать его бессмысленно. Сразу уничтожаем тогда. И сразу делаем здесь постройку. Отстань, отстань. И сразу делаем здесь постройку на нагих воинов. Да, палата воинов. Изумительно. Чем бы нам ещё тогда укрепить наш Рим? Слушайте, точно, давайте построим ещё одну палату воинов. Получается это... Смотрите. Во-первых, сам Рим нам даёт возможность найма армий. Плюс 2. Так плюс ещё 2 палаты воинов. Это уже плюс 4. И тому мы сможем нанимать 7 отрядов? Давайте проверим насчёт отрядов. Во-первых, я хочу нанять 2 баллисты. А во-вторых, 2 копейщиков. Всё-таки против конницы нужно нам чем-то обороняться. Итого, это уже 4. Армия Вольтерия. Ну, давайте чисто проверим просто. Там 4 и здесь получается 5-6. 6. Замечательно. Это получается вот эти 2 строения нам дадут плюс 8. Мы сможем нанимать 8 отрядов. Ну, а здесь пока я нанимаю всё-таки лучников. Были построены конюшни в Армениуме. Их мы улучшаем тогда. Так, а что у нас здесь? А здесь у нас идёт найм полным ходом. И идёт он, чтобы отражать мятеж. Так, тогда продолжаем мы этот найм. Давайте наймём тогда уж лучше 4 отряда прачников ещё. Для большей надёжности, чтобы у нас хотя бы были стрелки. Армия здесь. Так, ну армией это назвать сложно. Давайте их объединим тогда вот так вот. И это получается у нас 16 кавалерий. 16 конниц. Ну, тогда мы берём всю эту конницу и ведём её к нам. Кстати, смотрите, как далеко идёт этот отряд. Идёт эта армия. Чисто конная армия. Думаю, будет она у нас здесь уже скоро. Ну да, как раз, смотрите, через два хода. Через два хода армия уже войдёт в Рим. Что у нас дальше в новостях? Заключён союз. Пергам и Пон. Заключён союз. Тила три баллы. Ну, это я уже слышал. Появляется новая фракция. Рим. Ироничненько. Уже не появляется. Мир чудес. Да, замечательно. Я захватил Рим и теперь могу нанимать дополнительно два отряда. Кстати, что это такое? Истинное чудо. Люди, жаждущие узреть его великолепие, будут стекаться со всего мира. Но это сам Рим и есть получается. Сам Рим чудо света. Итак, все новости я пролистал. Теперь переходим к делам военным. Вообще, смотрите, абсолютно пустой полуостров. Не вижу нигде Афинян. Давайте посмотрим и здесь, и здесь. Ну-ка, приди сюда, дружище. Набирается новая армия. Слушайте, а если бы тебя убить или переманить хотя бы получится, это было бы здорово тебя лишить. Так, давайте я всё-таки попробую. Диверсия против персонажа. Принести в жертву. Я могу тебя попробовать принести в жертву? Хотя, скорее всего, это не сработает. Ну, скрестим пальцы. Покушение на убийство провалилось. Я почему-то не удивлён. Ну что ж, пробуем убить героя. Упущенная возможность. Инвалид. А ты попробуешь? Ещё меньше шанс. Ну нет, тогда попробуй Саглядатая к окне. Противник убит. Что ж, хорошо, что я нажал на Саглядатая. Так, эту армию я не хочу оставлять здесь. Давайте-ка я лучше её подвину куда-нибудь вот сюда, поближе к Риму. Слушайте, вот сюда я её прям поставлю даже. Это пускай остаётся в Риме, а эту я поставлю вот-вот сюда. И теперь нанимаю здесь лучников. Греция. Что же мне делать в Греции? Так, ну я думаю, держать осаду здесь точно бессмысленно, поэтому ты должен её снять. И очень жаль, что моя армия не может пройти вот так вот и разграбить Ларису. Поэтому придётся на быстром марше её переводить куда-нибудь вот сюда. Ну и на следующий ход, в принципе, Ларисы она должна достичь. Немного я укрепил своё войско наёмниками, причём так, чтобы оно даже не боялось засады. Поэтому я теперь готов даже попасть в засаду. Кстати, да, то, что я и собирался сделать как раз завоевать верность, всего лишь за 1248 монет. Всё красное, а верность 5. Замечательно. Да, судя по своим деньгам, я просто потратил копейки. Смотри, эти гетулы у нас открылись, которые, несмотря на мою надёжность, всё равно хотят отдать мне 3000 динариев за торговое соглашение. А македонцы 2. Я считаю, это был идеальный, очень хитрый и мощный шаг, когда я, забрав Аполлонию, отдав её и Перотом, отрезал Италию от Афинского подкрепления из Греции. Очень интересная получается кампания. Что ж, конец хода и смотрим, что будет дальше. Проверяет, нет ли здесь у меня засады. Догнал меня, догнал, смотрите. Хотя, я думаю, он должен был видеть эту арму, ведь она находится на границе. Что это, кстати, получается? Смотрите, если на меня нападают из засады, то... Ну ладно, кельтов распределить я успею. Конница убежит. Этот встанет в квадрат. Гоплиты просто встанут в фалангу и успеют развернуться. Пресегнувшие, ну, генерала мы, возможно, потеряем. Будет обидно, но не сильно, 4 звезды. А задняя часть колонны просто взорвётся. Собаки разбегутся во все стороны. Достигнув совершеннолетия персонаж, кое-чему научился. Хитрость плюс 2. Не зря я отправлял научение нашего сына. Кстати, заметьте, друзья, у нас абсолютно у всех вот здесь вот стоит навык. Мудрец. Скорость исследований, даже не навык, это что у нас, окружение. Скорость исследований плюс 5%, вся фракция. Что, в общем, прибавляет нашу скорость исследований на 75%, 175%. Безумительно. Соглядывая, отправляем этого дальше на остров. Покажи мне, что происходит на Сиракузах. Что это, что это? Ничего себе, это Венеты, которые скоро атакуют Лилибий. В Брундизии 15 отрядов, осаждать его будет довольно сложно. Придётся осаждать суши, так как с моря у меня нечем его осаждать. Апеллу я так и не захватил. Нападаем тогда ещё на Неаполис. А вот в Неаполисе, слушайте, мы освободим Рим. А зачем мне тут нужен Рим? Да, давайте я просто его захвачу тогда. И уничтожу. Нападаем теперь на Ларису. Лариса разграблена. 950 всего лишь что, да её легче занять уж тогда. По-моему, я повторяю историю Краффагена. Опять же, вся армия скоро будет состоящая из наёмников. Только вот в обслуживании эти ребята стоят гораздо дороже, чем если бы я играл за Краффаген. А давайте мы будем как Копухоль. Я всё-таки захвачу Ларису. Сниму с неё налогообложение. И попробую собрать здесь ещё одну армию, которую также сразу забью всеми возможными наёмниками. Лошади. Мы улучшаем коней. Кстати, да, лошади второго уровня. Вот оно. Скорость передвижения на 10% больше. Сюда подошёл вражеский агент, но я его поймал и предложил ему вежливо зарезаться самому, и он согласился. Что я несу, боже мой. Остановился на винетах. Да, всё верно, винеты напали на город. Сейчас они его забирают. Я думаю, мы с винетами разделим эту провинцию. Винетам будут принадлежать Сиракузы, а мне полностью Италия. Только ещё нужно будет осаду Брундизия пережить. Я думаю, возьму я этот город в осаду уже на следующий ход. Слушайте, а зачем брать его в осаду? Я просто его буду атаковать. Ведь у меня будет огромное количество баллист. Кстати, да, я думаю, не все из вас заметили, но после последнего обновления вышло огромное обновление на 29 гигабайт. Странное какое-то. Но после этого обновления исчез чат. Больше чат времени активен, поэтому планировать теракты здесь не удастся. Но вообще, кстати, это очень негативно и неудобно, что здесь не присутствует чат. А вы мне там, кстати, по опросу говорили, что Афины сильнее, чем Галла. Но, в принципе, мой друг, скорее всего, шёл в экономику, а не в военные исследования. Но я думаю, с такими нагими воинами, как у меня, не справились бы даже мечники в Тораксах. Ни гаплиты, ни мечники в Тораксах. Если бы только отборные гаплиты, которые умеют отражать натиск, но до них, как до Китая пешком. Хотя, если смотреть вот отсюда, вот от Бактрии, то до Китая пешком довольно близко будет. По-моему, Венеты против моего плана поделить Сиракузу и Италию. Они хотят захватить Кассентию. Первый город они уже загробастали. Слушайте, да с партиями у нас и так всё отлично. Пошёл вон отсюда. Ты убиваешься, глядатая. Прекрасный агент, и он становится всё сильнее и сильнее. Мечники в Тораксах. Те самые мечники в Тораксах. Вот они, наконец, появились. Ну что ж, посмотрим тогда, как наги и воины дерутся против мечников в Тораксах. Ну а вообще, если посмотреть на характеристики с 47-72 и бонус в натиске 19, то у нагих с 46 и 84 защита в ближнем бою и бонус в натиске 38. Боевый дух при этом 93. Гораздо выше показателей, чем у мечей. Плюс бонус против пехоты 15 учитываем. Кстати, как это работает, просто вот этот бонус прибавляется к урону оружия. Ну и я думаю не сквозь броню. Поэтому получается 21,5, а получается 36,5. Ну что ж, двигаем теперь ближе царскую армию. Я думаю, в принципе, наши войска будут в состоянии отразить вражескую атаку, если он выйдет из города. Давайте посмотрим, как тут дела обстоят в Афинах. Ну в Афинах всего 7 отрядов, их атаковать неинтересно. Город на экономику, да, мы договорились без захвата столицы играть, потому что так оно интереснее. Здесь, смотрите, друзья, уже выходят македонцы. Что мы делаем тогда? Атакуем Пеллу. Возьмем давайте ее в осаду. Ух ты, а у нас здесь теперь еще больше будет наемников. Что ж, и теперь мы атакуем Брундизи и переходим на поле боя. А что я здесь решил сделать первым делом? А первым делом я решил бросить лестницы на обратной стороне города и спрятать в засаду три отряда, чтобы они потом отсюда, эти наемные гальские воины, выскочили в самый подходящий момент, забрались на стены города и ударили соперника в тыл, пока его взор будет обращен на войну на соседней стене. В порту мы здесь наблюдаем мир настоящий афинский флот, который скоро будет высаживаться, вот он начинает уже высаживаться на берег, а я тем временем приветствую свои подкрепления и подвожу все ближе и ближе свои баллисты, начиная их распределять. Что здесь происходит? Я бью всеми своими баллистами по раурской башне и сразу же она падает с первого залпа. Вторая же башня оказывается более стойкой и выдерживает залп всех баллист. Наверное, потому что большинство снарядов просто пролетело мимо и ударили здесь по домам по зданиям. Тем не менее, второй залп сносит башню начисто. Следующей моей целью становится крайняя башня, которая также падает после непродолжительного обстрела. Затем я разрушаю последнюю башню, находящуюся на этой стороне стены и переключаю уже обстрел непосредственно на стены города, чтобы быстрее их сломать и проникнуть внутрь. Честно говоря, пока все это происходило, я испытал огромное удовольствие. И смотрите, здесь я замечаю отряд вражеских копейщиков-щитоносцев и переключаю весь огонь баллист на него. Давайте на это посмотрим просто, как они будут уничтожать. Защищаются щитами, да, по автомату. Вот он прилетел, одного убил. Ну, думаю, убьет больше, потому что остальные просто не встанут. А вот это уже было жестче, гораздо жестче. Также достается и лучникам. Куда вы побежали, ребята? Все, поздно уже, раньше надо было думать. Думаю, зря я уже ломал эту часть стены, она мне была, в принципе, вовсе не нужна. Неэкономно я относился к снарядам баллист, со что, в принципе, в будущем углотился. Соперник здесь начинает уводить в свои отряды сразу два. То есть копейщики-щитоносцы 82, которых осталось и 158. Я хочу это видеть просто. Сейчас здесь будет нечто. Давайте вот так посмотрим на этот, вот таким углом. После обстрела боя, баллист я начинаю заводить в город первые отряды. И, разумеется, сначала это была наемная итальйская конница. Также с этой стороны хорошо досталось и мечникам в тораксах. Вон они уже погибают от кровотечения от баллист. Ух ты, как хорошо. Ну хотя нет, не очень хорошо. Могло бы быть и лучше, если бы снаряд прилетел прямо куда-нибудь вот сюда. Пока мои ноги и воины переходят за стены, соперник на меня кидает свою пехоту мечников в тораксах. А также я бью его своей наемной конницей. Наемная конница бьет плохо, просто отвратительно, конечно. Здесь полетасты, еще и лучники, копейщики-щитоносцы. Тут гоплиты ополченцев стали в строй, поэтому не стал я проходить им за спину, хотя, думаю, надо было бы. Бью мечников в тораксах я в тыл своей конницей, получая тем самым все это время пока что от копейщиков-щитоносцев, а мои баллисты обстреливают здесь вражеских прачников. Тем временем мои отряды кельтских воинов уже взяли брошенные лестницы. Не сдержался я здесь все-таки и начал бить ополченцев своими снарядами от баллист. А конницу мою здесь хорошо так расстреливают вражеские лучники. Ну и еще два граждана всадника ее забирают. Ну да, все, ей здесь уже точно не выжить. И баллисты до сюда не дотягиваются. А здесь тем временем мечники в тораксах падают от моих ногих воинов. Но мои ноги и воины уже активны, а эти ребята очень уставшие. Плюс еще поддержка с обеих сторон. Их поддерживают копейщики-щитоносцы и лучники-прачники, а меня мои лучники. На этом фланге я совершил довольно большую ошибку. Я отправил сюда отряды, хотя не стоило этого делать, потому что его лучники очень хорошо и удобно были расположены вот за этим вот домиком. И он как-то по мне спокойно стрелял, спокойно меня расстреливал. А вот мои лучники-охотники его отряды не доставали. Ну а я сейчас начинаю продвигаться в глубь города, захватывая его со всех сторон. Здесь мои ноги и воины ударяют по его легким гоплитам. Легким гоплитам он подрубает навык стремительное наступление для увеличения скорости атаки, ибо они все равно скоро погибнут здесь. А на этом фланге мне приходится, как видите, уже не сладко. Двое мечников в тораксах дерутся при поддержке лучников с ногими воинами. Разумеется, ноги и воины падают от такого обстрела и еще натиска мечников в тораксах. Мои же лучники-гольские охотники, вот они все отряды, которые я сюда завел, покажут себя здесь довольно плохо, просто отвратительно, потому что они не могут, видите, дострелять до этих лучников, и они просто входят сюда в ближний бой с ноги, ой, с мечниками в тораксах. Также здесь еще обстреливают меня легкие бальтасты. В общем, все плохо будет на этом фланге. Тем не менее, на этом фланге у меня наоборот будет все как ни на есть хорошо. Ну или не хорошо, а хотя бы более-менее. Здесь уже дрожат у противника легкие гоплиты, они истощены. Метатели дротиков, я убираю своих ногих воинов, быстрее отступаю ими, чтобы не потерять их всех. Здесь я доедаю вражеских лучников, получаю огонь в спину от своих. Соперник уводит в свой отряд генерал отборных гоплитов и прикрывает его ополченцами. Здесь же размещаются пылетасты, чтобы ликвидировать мой отряд. Про отряд я немного забыл, поэтому обстреляли они здесь его довольно хорошо. Вот это вот минус ногих воинов, кстати говоря. Своими гальскими мечниками я должен был уже забраться на стены, но я про них забыл, к сожалению. Здесь мои ноги и воины кидаются вдогонку за пылетастами, что сделали зря. Хотя у меня просто не оставалось другого выбора. Хотя нет, выбор в принципе был, я мог просто повести в бой вот эту наемную итальянскую конницу или вон тот отряд кавалерии. А здесь тем временем мои ноги и воины попали в капкан. Их атаковала кавалерия, их бьют конницы, их бьют также пылетасты. Но пылетастов они выигрывают, а вот кавалерии уже нет. Здесь я стараюсь выбить отряд вражеских пикинёров. Их избивают как и ноги и воины, так и обстреливают лучники. И собирается ударить их прямо в лоб еще один мой отрядик. Делаю я, конечно, наверное, это зря. Погибают они очень быстро. А отряд отбившихся ноги и воинов у меня расстреливают пылетасты. Пикинёры довольно хорошо уже навывали мой отряд. Ну, в принципе, теперь я зато буду знать... Ой, как красиво, кстати, влетают в ополченцев. Правда, их всего лишь 53 здесь было. Зато я буду знать теперь, что пикинёры хорошие. Управо на ногих воинов. На любых воинов без брони. Начинаю потихоньку я здесь проникать уже на площадь. Как раз вот мечники в тораксах. Моих ногих воинов здесь нет даже уже и отряда. Здесь я потерпел сокрушительное поражение и теперь увождил своих садников. Размещаю здесь своих копейщиков, крестьян-новобранцев. Конница моя доедает вражеских лучников. Съела еще здесь она кого? Мечников в тораксах, тех самых отряд, которые здесь был, дрался. Также его расстреляли лучники. Толпа. Подбегает толпа, дерется с моей конницей. Но я думаю, она с ней не справится, даже учитывая, что она истощенная. А, ну да, плюс еще и стрелы по ним летят. Ну и крестьян-новобранцы, думаю, сделают свое дело против толпы. Здесь же при поддержке лучников, мои отряды ногих воинов все-таки выиграют вражеских мечников в тораксах. Да, и довольно так неплохо, хорошо. Решил я их увезти и добить этот отряд своими лучниками. Стреляют они навесом и очень хороший удар происходит. Соперник же, смотрите, проводит здесь свою конницу. Бьет моих ногих воинов, пытается бить моих охотников, лучников. Ногие воины здесь помирают уже, да, их ударили мечетки в тораксах, это самый в тыл. Здесь отряд мой пробирается к лучникам, избиваетесь вражескую кавалерию вражеских лучников. Конницы просто под натиском проходят через моих ногих воинов, топчут их и атакуют здесь моих гальских охотников. Которые уже измотаны от обстрела. Уставшие, измотанные, уставшие. Я же переключаю весь свой обстрел сейчас всеми своими отрядами почти, кроме этого, на вражеских граждан всадников. Расстреливаю их прямо в бор, получается, их уже 48, но он тут проводит еще один отряд трензийской конницы уже. И я начинаю уводить два своих последних отряда, которые, надеюсь, что они выживут, и веду быстрее уже в бой присягнувших, так как нагие воины у меня уже кончились. Здесь остался только здесь один отряд, но жить он будет недолго, потому что здесь вражеские пульдасты. Баллистами, смотрите, вон я все пытаюсь как-то сделать обстрел баллистами, но баллисты меня уже не слушаются, и они как-то здесь запутались, заблудились и просто либо стоят, либо не стреляют. Странные, в общем, очень. Здесь я уже отступил от баллистов. Нужно было мне просто увезти баллистов, которые отстреляли свои снаряды сюда, а новые разместить вот здесь. Но, опять же, тоже это будет для меня теперь опыт. Расстреливаю я до конца уже вражескую трензийскую конницу. Также он потерял здесь еще один отряд своей кавалерии. Генерала своего он уводит. Здесь мои лучники пробираются на площадь, разбираются с метателями дротиков. Ну или они с ними разбираются, скорее всего, да, они с ними. Тем временем мои воины поднялись здесь уже на стены, пересекли их беспрепятственно, потому что им никто не мешал. Не очень, конечно, все это вовремя произошло. И начинаю я их быстрее везти сюда, пока он не расстрелял всю мою армию. Мой отряд присягнувших начинает свой бой с метателями... Ой, господи, с отборными гоплитами соперника. И обстрел своих лучников всех я переключаю. Судя по виду, я переключил их на обстрел своих же присягнувших. Но нет, отборных гоплитов они должны обстреливать, вон пытаются как-то. Тут соперник подводит пыль тастов, которые набивают прямо в спину моим присягнувшим, что очень негативно на них уже сказывается. Мои лучники, мои гальские охотники, по-моему, у них уже кончились стрелы, и я веду все свои отряды, чтобы они быстрее схлестнулись в ближнем бою. Тем временем, мои наемные гальские воины также уже подходят довольно близко к сопернику с тылу. Своего присягнувшего я увожу, но мой генерал здесь, по-моему, погибает. Либо этот потом погибнет. Я даже не помню, какой генерал у меня погибнет, но обязательно один из них просто погибнет. Крестианиново-бранцы заходят на площадь и атакуют в тыл отборных гоплитов. Да, стрелы у меня уже все закончились. Терпят по себе хороший такой обстрел мои присягнувшие. А пыль тасты довольно неплохо держатся, и его защита в ближнем бою у них 59. Довольно неплохие показатели. В итоге мой отряд здесь просто расстреливают, можно сказать. Разбив отряд пыль тастов, я обращаю свой взор на тех, кто обстреливает меня в спину. Воины атакуют в спину отряд пыль тастов, а с этими пыль тастами разбираются уже наемные гальские воины. Кстати, смотрите, истощенный отряд полностью разбит, потому что при поддержке этих стрелков, прачников, они сражаются с пыль тастами и не могут с ними затащить бой. Да, все, вот сейчас у меня умер полководец, прям поймал я этот момент, когда он умер. Здесь же что происходит, все отряды избивают отборных гоплитов этого полководца. Я увожу, чтобы он выжил, чтобы хотя бы он выжил. На этом битва заканчивается, с огромными потерями, с большими ошибками, но город я взял. Конечно же, бой соперник потерял больше, чем я, несмотря на то, что это штурм города, однако я бы мог уменьшить свои потери. Значительно уменьшить, думаю. Да, и вы только посмотрите, сколько набили у меня гальские охотники. Кому-то это понравится. Потери, конечно, у меня тоже не слабые. Так, что делаем с городом? Город я просто захватываю, просто занимаю, чтобы посмотреть, какие я там смогу строить корабли. Что? Нет, не можем нанимать? Интересно, я думал, мы сможем вот в этом вот порту кого-то нанимать. Видимо, нет. Нет, не можем, в этом порту мы не можем. А вот если бы верфь была военная, вот такая же, как в Пелле верфь, вот она, здесь бы мы смогли нанимать. Так, ну и учитывая, как мне настучали сейчас в Брундизе, я даже не знаю, стоит ли мне штурмовать Пеллу без баллистов. По идее, да, здесь две огромные армии, но я думаю, что сил у меня не хватит. С другой стороны, в принципе, Пеллу я могу спокойно держать в осаде. Эта армия заблокирует порт потом с моря, и город сможет продержаться только всего лишь три хода. Уже даже не шесть, а три. В принципе, все, что дальше ждет здесь бывшую империю Афин, это разграбление и разорение, кровь и жестокость. А возможно, пощады и милосердия в лице некоторых воинов и генералов, ведь никто из нас не железный. Пелла находится в осаде, Кассентия скоро будет атакована Венетами, ну и Сиракузы, я думаю, тоже они в скором времени заберут. Итого, получается, Афины возвращаются к самому своему старту. Так завершается кампания противостояния варваров и греков. Греко-варварская война, ну или варва-грековская. Пишите в комментариях, как вам нравится больше. Что именно здесь сыграло важную роль и предрешило исход кампании? Я считаю, это вовремя подоспевшая армия с самыми свирепыми нагими воинами и осадными орудиями, которые добирались до Италии из самой Галии. Хитрейшие благодаря отпуску полководцы, которых было, естественно, сложно убить, ведь если вы заметили, то ни один мой полководец не погиб от рук вражеского агента. Думаю, теперь каждый из вас знает, как можно раскачивать своих полководцев, повышать им хитрость, рвение и авторитет, не отправляя при этом на войну. Да и вообще, как вести внутреннюю политику в целом. Ну и разумеется, мой хитрый ход с приводом армию в Грецию со стороны, откуда ее никто не ждал. О, как же долго она сидела здесь в засаде. Как же долго ей приходилось скрываться в лесах. Но терпение и выдержка дала в итоге свои плоды. И одним ударом я отрезал Италию от подкрепления из Греции. Да еще и саму Грецию при этом разорил. Освободив Аполлонию, разграбив Ларису и осадив Пеллу. А также поймав одну армию афинян здесь в засаду. Ну или не армию, а небольшой отряд. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто смотрит мой канал, кто реагирует и не остается равнодушным. Ведь создавать такой контент действительно сложно, но оно того стоит. Я сам пересматриваю свои ролики раз за разом и понимаю, как я вырос и улучшил свои навыки по сравнению с первыми видеороликами. Да-да, это с теми, где я все записывал еще на одном дыхании и совершенно без монтажа. Также хочу сказать огромное спасибо своему сопернику, Авдею, что не сдавался и боролся до конца. Ведь благодаря именно такому напору компания получилась столь интересной. Напоминаю, друзья, что вся самая важная информация находится в описании. Мой телеграмм для всех, кто хочет связаться лично. Мой дискорд-канал, где каждый сможет найти себе соперника или сыграть со мной. Моя теньков карта. Ладно, шучу, это уже пафосно. Хотя она и правда там есть. Для тех, кому до безумия понравился мой контент и кто хочет заказать любой свой собственный видеоролик. Также заглядывайте на мою страничку на Boosty и становитесь частью канала. Там вы получаете более ранний доступ к моим видеороликам по минимальной подписке всего за 40 рублей. И главное, все ваши комментарии там способствуют улучшению просмотренного видеоролика перед его выходом на YouTube. Поэтому я и говорю, что вы становитесь частью канала. Подписывайтесь, реагируйте, ставьте лайки и колокольчики. И помните, я с вами, а вы со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok